Теперь ваше утверждение о том, что это само по себе является доказательством существования Творца и Дизайнера, подтвердило мои точки зрения. Свидетельство того, что вы стоите здесь, и ваша функциональность — это свидетельство того, что есть Дизайнер и Творец. И это не ваша мать. Давайте поговорим о доказательствах. Есть человек по имени Мухаммад, да богословит его Аллах и приветствует. Вы слышали о нём? Слышал ли я о нём? А кто не слышал о нём? Ну, некоторые люди не слышали. В прошлый раз я встретил мужчину здесь, который не слышал о нём. Это нормально. Вы слышали о нём? Тогда должно быть, он жил под камнем. Может быть, он действительно жил под камнем, я не знаю. У меня в семье есть мусульмане. Хорошо, значит, вы слышали о нём. Я вырос в мусульманских странах. Каких странах? В пяти разных странах. Каких странах? Ты хочешь, чтобы я перечислил? Ну, их всего пять, вы можете назвать их довольно быстро, не так уж и сложно. Итак, Малайзия. Вы жили в Малайзии? Да. В Марокко? Где в Малайзии? В столице и на юге в Кэл. В Куала-Лампур. Прекрасно. Малайзия – прекрасная страна, я люблю её, я был там. Люблю тамышних людей. Хорошо. Марокко? Я жил в Марокко. Тунис. На самом деле, я собираюсь в Тунис через четыре недели. Вам нравится Тунис? Я люблю эту страну, я собираюсь уехать туда на пенсию. Я тоже люблю Тунис. Я ещё там не был, но начало буду. Где ещё? Впереди ещё две страны. Какие я сказал? О, да, Турция. Вы жили в Турции? Только недолго. Сколько? О, всего несколько месяцев. Ну, это больше отдых, чем жизнь, но всё в порядке. Как вам Турция? Да, мне понравилось. Там был прекрасный город. Ладно, хорошо, где ещё? Это просто моё знакомство с вами, как с человеком. Осталось последнее. Какая пятая страна? Какие я сказал? Малайзия. Вы забыли? Если человек где-то жил, он прекрасно помнит. Если только он не придумывает это. Ну ладно. Малайзия, Тунис, Марокко, Турция. Это то, что вы перечислили. Я знаю, что есть ещё одна. Верно. Вы жили там и забыли название страны? Я жил во многих странах. Действительно? Извините, Майкл. Как твои дела? Ты делаешь просто фантастическую работу. Большое спасибо. Я на пути к принятию ислама. Иншалла. Иншалла. Да богословит тебя Аллах. Машалла. Отличная работа. Благодарю. Ты хочешь что-то выяснить? Да, и я просто знакомлю с тобой. Какая пятая сторона? Я не могу вспомнить. Вы жили в стране, название которой не помните? Давай двигаться дальше. Это странно. Давай двигаться дальше, потому что ты делаешь это ради видео. Нет. Честно, нет. Позвольте мне рассказать вам, почему я это делаю. Почему? Потому что мне нравится вести честные разговоры. И если кто-то нечестен, это как бы говорит мне кое-что об этом человеке. Так что, если бы вы жили в какой-то стране, вы наверняка бы запомнили ее название. Вы только что... Двигаемся дальше. Могу я закончить? Я изложу свою точку зрения. И тогда закончу. Вы не возражаете? Спасибо. Так что, это проблема многих людей. Они говорят, я знаю ислам, я жил в мусульманских странах, я сделал это, я сделал то. Вы сказали пять стран. И даже не можете вспомнить пятую страну. Что заставляет меня усомниться в вашем утверждении. Но это нормально. Даже не имеет значения, жили ли вы в мусульманских странах или нет. Это просто возможность узнать, насколько вы честный человек. Теперь вы сказали, что знаете о пророке Мухаммаде, мир ему и богословении Аллаха. Как мог человек, не умевший ни читать, ни писать, создать такое лингвистически сложное произведение, которое лингвисты того времени и поэты того времени не смогли бы создать нечто подобное? Ну, я не согласен с тем, что они не смогли принести ничего подобного. Хорошо. По сути, в Коране только говорится, что вы не сможете соответствовать ему. Хорошо. Но никто никогда не пробовал. Действительно? Никто не пробовал? Есть ли у нас доказательства того, что люди пытались? Да. Хорошо. Предположим, что кто-то пробовал. Хотите, я расскажу вам об этом? Хорошо, давай. Итак, вы сделали два неверных утверждения, чтобы внести ясность. Первое, что вы сказали, это то, что люди могут соответствовать этому. Второе, что вы сказали, никто не пробовал. Первое, мы знаем, что Абу Джахль и Абу Ляхаб и другие, они пошли к поэтам Аравии. Вы можете поискать даже в немусульманских источниках. Если вы посмотрите Карена Армстронга или Мартина Линкса, или вы можете посмотреть на других западных писателей, которые писали об этом. Они сказали, что эти поэты, они собрали произведения даже Мусаилем и Каззабе. Вы знаете, кто он? Нет. Тогда, может быть, вам нужно немного изучить тему. Хорошо. Мусаилем и Каззаб был же пророком, который пытался придумать книгу, подобную Корану, но с треском провалился. А другие, которые были поэтами во времена Джахлии, курайшиты, заплатили им за то, чтобы они попытались написать нечто подобное Корану. И все они потерпели неудачу, хотя и были лучшими поэтами. Но если... Могу я закончить? Да, да. Потому что вы не знали об этом, я просто расширяю ваши знания. Я даю вам образование. Тогда вы сможете говорить с знанием, а не с невежеством. Верно? В то время многие пытались... Это зафиксировано в исторических книгах. Вы можете посмотреть. В биографии пророка, написанной мусульманами и немусульманами, они документально подтверждают, что они пытались. И факт в том, что пророк Мухаммад Мирьямо, по единогласному мнению людей биография, мы называем их ученые Маази, биографии пророка Мирьямо. Они были единогласны в том, что он не умел читать и писать, и никогда не писал стихотворений. Поэты написали 10 тысяч стихотворений. Для ваших заметок, есть книга Альфия ибн Малик. Есть объяснение под названием Шарх ибн Ахил. Я изучал эту книгу. В ней они предоставляют поэзию до исламской эпохи и говорят об этих поэтах, и о том, насколько они были красноречивы. Но когда они услышали Коран, подобные Хасану ибн Сабиту, вы знаете, кто это? Нет. Вам нужно учиться. Вы приходите сюда и предъявляете претензии без каких-либо знаний. Хасан ибн Сабит был поэтом. Когда он услышал Коран, он принял ислам. Он стал мусульманином. Банутамим. Это племя. Вы слышали о них? Нет. Вам нужно больше проводить времени в мусульманских саранах. Банутамим были поэтами. Это было красноречивое и огромное племя. Когда они услышали Коран, они сказали, «Клянемся Аллахом, никто не может принести этого, кроме Создателя». Никто из наших поэтов не мог сравниться с этим. Поэтому они стали мусульманами. Это означает, что люди действительно пытались и потерпели неудачу. Как это так? Итак, первый вопрос, который я хотел бы тебе задать. Алейкум ассалам. Моему дедушке 105 лет. Замечательно. Брат, у нас дискуссия. Я не Питер. Моему дедушке 105 лет. Дай Аллах ему долгих лет жизни. Ветеран Второй мировой войны. Извините, это ваши люди? Я не отсюда. Я из США. Так как же могло быть, что... Вперед, говорите. Позволь мне спросить тебя. Прошу. Кто на самом деле решает, написал ли кто-то нечто подобное Корану или нет? Отлично. Хороший вопрос. Итак, в то время арабское общество, различные племена, в том числе и не мусульмане, многие из них были врагами пророка Мирьяма. И они смотрели на труды Мусаилем и Казабе и смеялись над ними. И они сказали всем этим поэтам, что вы не смогли принести книгу подобную Корану. Не только мусульманское общество, но и не мусульмане вместе заявили, что никто не может принести нечто подобное Корану. Это было так красноречиво и так красиво, что поэты не смогли с ним сравниться. И эта задача остается актуальной даже в наше время. Для вашей информации, так называемый Клуб Семиста — это христианская организация из США. Это было примерно в 90-е годы. Они заплатили профессоров за то, чтобы они написали такую книгу, как Коран. Вы можете найти их реальный проект. И они потерпели неудачу. Извини, скажи еще раз. Есть такая организация Клуб Семиста. Вы слышали о ней? Нет. Хорошо. Это христианская организация в США. У нее огромные телевизионные каналы. Они собрали много средств, миллионы долларов, чтобы реализовать проект по созданию что-то вроде Корана. И они потерпели неудачу. Они не смогли этого сделать. Они сказали, когда мы пытались сделать это, мы не смогли изложить постановления и нормативно-правовые акты. А когда вы ставите постановления и правовые акты, мы теряем красоту языка. Это означает, что со времен пророка Мухаммада, да богословит его Аллах и приветствует до наших дней, никто не смог справиться с этой задачей. Многие пробовали. Я вам дал ссылки. Можете пойти и поискать их. Братья и сестры, прошу, ставьте лайки и пишите комментарии, чтобы как можно больше людей получили пользу от этих видео. И также делитесь со своими знакомыми. Я говорю, что если люди действительно пробовали, кто на самом деле принимает решение о том, лучше ли это или хуже, или то же самое. Хорошо. Кто на самом деле решает? Люди путем консенсуса? Отличный вопрос. Или отдельные люди? Я уже ответил на это, но я отвечу еще раз только для вас. Во времена пророка Мухаммада, мир ему, арабское общество. Я говорю про сегодня. Сегодня, если кто-то попробует и выдвинет это. Да. Такие люди, как вы и я, смогут прочитать это и оценить его красоту, и увидеть, как это влияет на нас. Значит, это консенсус мнений. Верно. Правила большинства. Нет. Как я уже сказал, каждый сам принимает решение. Верно. Например, если кто-то принесет книгу, столь же красноречивую в чтении, с правилами и законами, историями прошлого, научными фактами, обсуждениями будущего, судным днем и с познанием Бога, и все это собрано вместе в красноречивой манере, которую можно запомнить как Коран, которую можно преподавать как Коран, из которого мы можем извлечь все правила арабского языка, как из Корана. Я бы хотел это увидеть. Я еще не видел. Тысяча четыреста с лишним лет. А вы? Нет. Ну, я не знаю. Так что это хороший вопрос. Люди пробовали, но до сегодняшнего дня им не удалось. Ты только что сказал, что у людей есть консенсус относительно того, можно ли принести что-то лучше него. Еще раз, я не говорил этого. Я сказал, что в обществе будет консенсус, но решений каждый принимает сам. Ну, вы бы сами приняли решение. Я принимаю собственное решение? Верно. Но существует ли книга, подобная Корану? Существует ли такая книга? Ну, я не прочитал все книги в мире. Еще раз, я не спрашивал у вас, прочитали ли вы все книги в мире. Мне бы пришлось, чтобы ответить на этот вопрос. Могу я закончить? Конечно. Спасибо. Вначале вы сказали, что никто не пробовал, верно? Ну, это есть на видео. Так что не говорите, что они делали этого. А затем, когда я привел вам свидетельство тех, кто пытался, из прошлого и настоящего, и потерпел неудачу, тогда... Ну, я с этим не согласен. Хорошо. А как бы вы не согласились с этим? Ты предполагаешь, что они потерпели неудачу. Но продолжай. Мусейле Македдаб. Это не я. Но его собственные люди сказали ему, что ты потерпел неудачу. Хорошо? Это мнение. Это мнение. Так что это не значит, что они терпят неудачу. Просто у людей сложилось мнение, что кто-то не справился. Хорошо. Была ли эта книга такой же, как Коран? Повтори. Работа Мусейле Македдаба по созданию чего-то похожего на Коран. Принесла ли она такой же эффект, как Коран? Не имею представления. Я не читал его книгу. Ладно. Тот факт, что вы не имеете представления, показывает, что он потерпел неудачу. Потому что если бы нет, то каждый бы говорил об этом. Подождите, подождите. Он не потерпел неудачу. Могу я закончить? Теперь. Коран изменил мир. Сегодня почти 2 миллиарда человек получают пользу от Корана. Гарри Поттер тоже принес перемены в мир. Могу я закончить? Да. Хорошо. Вы не можете сравнивать Гарри Поттер и Коран. Потому что Коран содержит юридические постановления. В Коране есть ахкам, шариат, как жить, как не жить, наказание, законы. Там есть весть о будущем. В нем есть бывшиеся пророчества о битвах между римлянами и персами и о том, кто победит. Гарри Поттер же вымышленная книга. Как твоя? Хорошо. Если это вымышленная книга, как человек, живущий в пустыне, узнает, что соленая и морская вода соприкасаются, но не смешиваются? Он бы не знал этого. Тогда почему об этом говорит Коран? Ну, хорошо. Во-первых, люди, живущие... Большинство людей, когда они образовали общину, обычно они образовали ее в устье реки. И они знали, что проходящая мимо река не содержит соли, а в воде в море была соль. Вы только что сказали, что он бы не знал этого. Ну, только что. Это есть на видео. Как человек, живущий в пустыне, узнает, что соленая и морская вода соприкасаются, но не смешиваются? Он бы не знал этого. Вы слышали, как он сказал это? Он сказал, что он не будет этого знать. А теперь вы говорите, что он знал это. Он может этого не знать, потому что если он не пойдет и не проверит воду, он этого не узнает. То есть он не знал этого. Что ж, он мог бы это сделать, потому что если бы он проверил воду, тогда бы он знал, что это может быть и то, и другое. Секунду. Откуда пророк Мухаммад, мир ему и богословение Аллаха, мог знать, что солнце крутится вокруг своей оси? Ну, он видел, как оно летит по небу. Солнце. Думаете, что если солнце движется по небу, то вы можете узнать, что оно крутится вокруг своей оси? Или земля вращается? Я имею в виду, облака тоже плывут по небу, но у них нет орбиты. Верно? Поэтому, когда вы видите, как солнце движется по небу, это не говорит вам о том, что оно крутится вокруг своей оси. Даже ученые до недавнего времени не верили, что у солнца есть орбита. Солнце движется по небу, это день и ночь, движение земли, поскольку Коран говорит о дневном и ночном времени. Это наблюдение. Поэтому движение солнца вокруг своей оси невозможно наблюдать человеческим глазом. Наблюдайте, как оно пересекает небо. Ладно, когда солнце... Ты просто играешь в семантику. Могу я говорить? Да, конечно. Когда солнце движется по небу. Движется солнце или земля? Ну, кажется, что движется солнце. Хорошо. Кто из них движется? Противоположный. Хорошо. Движется ли земля? Да. Можно ли наблюдать движение земли? Нет, потому что ты на ней. Итак, когда Коран говорит о том, что планеты, включая землю, движутся по своим орбитам, откуда пророк мог знать об этом? Потому что он это видит. Он что? Он это видит. Он может видеть, как движется земля? Нет, он может видеть движение солнца и луны. Ладно, опять же, вы противоречите сам себе. Потому что либо вы говорите, что солнце... То есть... Могу я закончить? Да, да. Если вы скажете, что движение солнца и луны по небу будет намекать на наличие у них орбиты, а потому как земля не двигается, это заставит вас думать, что у нее нет орбиты. Но Коран говорит нам, что у планет, как и у Земли, тоже есть орбита. Итак, если бы пророк видел движение солнца и не видел движение Земли, то как бы он узнал, что Земля и подобные ей планеты имеют орбиту? Где сказано, что у Земли есть орбита? Коран говорит, что все планетные тела... Кул'юн фи фаляки ес бахун... Они движутся по своей орбите. Сурату ламбия. Вы читали, Коран? Да. Тогда вы пропустили эту часть? Ну, я это не изучал. Что ж, тогда, возможно, вам стоит? Ну, я говорю, что... Вам следует. Ну, я... Что же... Сделайте глубокий вдох. Расслабьтесь. Да, там говорится стих, о котором я говорю. Я не могу вспомнить сам стих. Хорошо. Но там говорится, что солнце и луна движутся каждая по своей орбите. Хорошо. А тот факт, что луна на самом деле вращается вокруг Земли? Это наблюдаемое явление. Я дам вам закончить. И то же самое с Солнцем. Я думаю, что Коран говорит о том, что Солнце находится на той же орбите, что и луна. Я дам вам закончить мысль. Я так думаю, потому что в Коране сказано, что Солнце отбрасывает тень на землю. Где это сказано? Прости, Джеймс. Да, мне пора идти. Мой сын уезжает из страны. Где доказательство того, что вы только что сказали? Мне бы очень хотелось продолжить говорить с тобой, но мой сын уезжает из страны. Желаю счастливого пути. Благодарю.